В Красноярске состоялось собрание участников долевого строительства компании «Стройтехника». Его главная цель – объяснить дольщикам условия передачи недостроенных объектов в жилищно-строительные кооперативы, а также рассказать о возможности, которые открывает такая организационно-правовая форма. Слово Яни Макаренко. Что такое жилищно-строительный кооператив, зачем он нужен и самое главное – гарантирует ли переход в ЖСК достройку семи проблемных объектов «Стройтехники»? Вот центральные вопросы, на которые в минувший четверг отвечали арбитражные управляющие компании «Банкрота» и подрядчики, ведущие строительные работы. Именно ЖСК, по мнению специалистов, является единственным выходом из сложившейся ситуации и, несмотря на имеющиеся риски, обеспечивает финансирование проекта. Как пояснили подрядчики, доплаты дольщиков по агентским договорам оказались ничтожными и не позволяют продолжить строительство в рамках процедуры внешнего наблюдения. Мы предполагали получить, согласно заключению с вами, доп. соглашения сумму в порядке 32 миллионов по состоянию на ноябрь месяц. На сегодняшний день дольщики принесли 6 миллионов. Как пояснил арбитражный управляющий компанией «Стройтехника» Евгений Гончаков, в настоящее время застройщик прорабатывает экономические условия для передачи имущества «Банкрота» в ЖСК. Речь идет прежде всего о самих недостроях и о том, чтобы доплаты участников строительства в рамках ЖСК не превышали заявленные ранее суммы – 8440 рублей за квадратный метр. Кроме того, практически решен вопрос о передаче членам ЖСК прав на участок на улице Матозалки, где планируется строительство многоэтажного дома, средства продажи квартир в котором также должны пойти на достройку проблемных домов. Недалее, как вчера мы разбирались в департаменте нашего любимого города, земельного департамента, о том, что какие наши права, и доставились о том, что права на землю у из друзей сегодня существуют. То есть нам, по сути, мало что мешает, а этот участок в указанные сроки приготовить к керпу для ЖСК. Добавлю, что решение о переходе в жилищно-строительный кооператив принимают участники строительства большинством голосов. Проголосовать за должны 75% собравшихся. Собрание по вопросу создания ЖСК состоится в середине декабря. Явка на нем должна быть не менее 50%.